У нас в газете «Молодежь Эстонии», где она трудилась, была страница «Клуб Квинта». И вот этой странице довольно честно подсчитывали голоса, которые, ну там, эти хит-парады. Это были первые хит-парады в Советском Союзе. И голоса считались честно. Потому что я не знала, что он ко мне пришел с Курекином, ко мне пришел Курекин. И с ним был какой-то юноша. Причем я даже на нем не сконцентрировалась вообще, потому что Курекин, наверное, не вам рассказывать, я такой человек был. Он входил, а у меня кабинет достаточно небольшой был, он входил и занимал собой все пространство моего кабинета. Мне позвонила моя знакома, директор этого малого зала, где ЦОНИ ступал, и сказала, что «Элла, ты сегодня вечером придешь в малый зал, что-то осень какая-то была, что-то так, я не люблю вечером осенью ходить еще в этот горфон». «У нас будет выступать ЦОНИ». Я сказала, что тебя, Драк, они очень огорчат, но я не приду в малый зал и успехов твоему. И она заныла, потому что ей нужно было провести мероприятие на уровне. А на уровне, ведь сами понимаете, главное не то, как мероприятие прошло, главное, как о нем написать. И поэтому я ее пожалела, честно сказать, просто пожалела по-человечески, что или администрация скажет, что она плохо организовала, но думаю, ладно, пойду. Мне так понравился этот концерт, вообще поклонница грохочущей музыки, вообще. И них не было, тем более поклонницы ЦОНИ. И, по-моему, фильма Ассо тогда еще не было. Не было, не было. Мне так понравился этот концерт. Это было что-то потрясающее. Это было так мелодично. Это было так цепляюще. Это было удивительно. Я поразилась. Я подумала, неужели есть еще один человек, кроме Александра Николаевича Вертинского, который может меня так потрясти, вот стоя на сцене абсолютно один. Правда, Вертинского был пианист. Михаил Грох, а у ЦОНИ была гитара. Но меня очень поразило. А после концерта мы договорились, что будет интервью. Я подошла. А он был с Мальяной. И я подошла и говорила, что давайте сделаем сейчас интервью. А он, видимо, устал, выдохся и говорит, ой, давайте завтра, я вас очень прошу. Я тоже. Он такой симпатичный был по-человечески, чисто по-человечески. Он симпатичный, как вы располагаете. Я говорю, вы знаете, вы меня поймете. У меня маленький ребенок, а он их тоже, Саша, это было. Они мои, сколько Саши? Три года было. Саша было три. Три, шестьдесят больше. В общем, короче говоря, вы меня поймете, как мать, как женщина. И, Анветка, давайте сейчас. Мы так хорошо поговорили, как раз про Верчинского. Он сказал, вот Верчинскому мы верим. А потом, на следующий день, у меня не было с собой фотографа. У меня не было с собой фотографа. И мы договорились, что я на следующий день просто плечу привезу, сфотографирую. Николай Шаробин его снимал около Горхола, там на задворке, ну не задворке, а со стороны служебной части. И он, я помню, это длинное черное пальто, этот белый шар. И он так естественно, так непринужденно базировал. Я на свете повидала очень много звезд. И на очень разные высоты кездестала. Понимаете, вот эта встреча, она по-человечески мне, потому что я, ну я все-таки, как любой врач, пациенту относится профессионально. Так и я к любому собеседнику отношусь абсолютно профессионально. Но мало таких людей осталось в жизни, которые ты вспоминаешь вот как-то с такой теплой волной. Вот цель, вот при воспоминаниях, вот при его имени, вот такая такая теплая волна. Я помню, мы еще пришли туда, вот в служебную часть, там было кафе, где я обычно брала интервью. И там был Герд, в это время была группа, товарищи Кино выступала. И я подумала, что они нам будут мешать, мы разговаривали в кабинете. А на сегодня я вошла, а они опять здесь. И был Герд, с которым мы очень хорошо были знакомы. И он меня так рукой машет. Я говорю, ну извините, пожалуйста, можно я на две секунды отойду? И он меня стал, я имею в виду Виктор, стал меня уговаривать, что вы что, вы не волнуетесь, разговаривать сколько хотите. Я еще помню, так глупо спросила, вы знаете, ну понимаете, мне все время казалось, что рук музыканты, они охотнете другими, они не такие, как мой. Я говорю, вы знаете, кто Герд? Нет, конечно. Я поняла, что что-то я промахнулась, что-то нас объединяет. Спасибо. Скажите, пожалуйста, по поводу, вот вышла публикация в газете, фотографии уточили на следующий день. У нас эволюционный процесс был построен так, чтобы все фотографии вместе с текстами уходили в типографию, тогда же печатали в типографию, а потом возвращали в каждый номер запакованный и возвращали в редакцию. И когда через несколько дней я хотела забрать фотографию, мне моя секретарша Жанночка сказала, да вы что, они ее уже утащили. Она говорит, да вы что, я говорю, эти квадратия не принесли. Ее в первый день не было, она так все аккуратно расстасовывала, раскладывала по папочкам. Я говорю, ее не было уже в первый день, поэтому у меня ничего, кроме этой газеты, не осталось. А фотографии очень хорошие, но тогда еще на бумаге были фотографии, дегитальные, очень было. У него такой хороший ракурс был, да их много было. Они сохранены на слипленках, негативы. Михалыч. Нет, вообще никак, да? Нет. Они где-то есть, но... Они где-то есть, но мы перебежаем и не распаковываем. Вот в чем дело, я даже, есть у меня подождение, где это есть, я, может быть, даже и доберусь.